Государственные награды от имени президента накануне вручили почетным жителям Алматы. Всего орденами отмечено 70 человек. Горожан поблагодарили за активную общественную деятельность, неравнодушие, а также за значительный вклад в социально-экономическое, культурное и духовное развитие страны. О том, как прошла церемония награждения, расскажет Ажар Оразбай. 24 года назад, 16 декабря, был принят закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан. В Алматы главное празднование прошло во Дворце Республики. Гости вечера – участники декабрьских событий, заслуженные деятели, ветераны Великой Отечественной войны и все те, кто внес вклад в мир, безопасность и процветание страны. Сейчас мы видим, что независимость дала очень много казахстанскому народу. Благодаря миролевую политике нашего первого президента, главнокомандующего вооруженными силами, мы живем в мире. Единственная страна, можно говорить, в мире, которая имеет около более 130 национальностей, создала ассамблею и сегодня всему миру показывает, что народы, национальности, различные национальности могут в мире согласиться. Ежегодно указом президента отмечают высокими государственными орденами наиболее отличившихся деятелей нашей страны. Все они представители разных профессий, но их объединяет одно – преданность своему делу, любовь к городу и стране. Так, к ордену Курмец среди 70 достойнейших был представлен наш коллега, журналист газеты «Вечерняя Алмата», телеведущий и писатель Василий Шупейкин. Это очень приятно, когда замечают наш труд, наши строчки и говорят, вы тоже внесли свой вклад в развитие государства. Коп-коп, рахмет президенту, большое спасибо Акиму города Алматы, что журналисты, и вот в моем лице, я думаю, что любой из нас этого достоин. Праздничное мероприятие «Дню независимости» в Алматы завершилось грандиозным концертом, где прозвучали лучшие патриотические произведения казахстанских композиторов.